Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А сейчас обо всем подробнее. Как наш город готовится к празднованию 70-летия Великой Победы, губернатор Кубани доложил глава Анапы. Город воинской славы проведет главный для нашей страны праздник на высоком уровне, заверил Александр Ткачев Сергей Сергеев. Под председательством главы региона прошло расширенное заседание Оргкомитета Победа. Первое, на что обратил внимание глав городов и районов Кубани Александр Ткачев, это сценарии праздничных мероприятий. Они должны быть современными. Постранить немножко разнообразие, вот свои подходы. Мы с этим будем следить. Спросите, может быть, у самой молодежи, как мне интересно, подключите их к реализации этих мероприятий. В ходе совещания был представлен подробный план праздничных мероприятий по подготовке к юбилею Победы. Особое внимание городам, где 9 мая пройдут военные парады. В их числе город воинской славы Анапа. Анапа, Сергей Павлович, город воинской славы. Что после того, как вы стали городом воинской славы, как-то изменилось, как-то 9 мая, организация, мероприятия? Конечно, изменилось. У нас в центре установлен обелиск города воинской славы. Мы его заказывали, мы его установили и оплатили. Спасибо вашей помощи. И теперь это место проведения всех наших торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. В торжественном прохождении войск в День Победы в Анапе будут участвовать 768 человек. 15 парадных расчетов от Института береговой охраны артиллерийского полка, 7 воздушно-десантной дивизий Анапского районного казачьего общества. Примут участие также воспитанники казачьих классов и курсанты кадетской школы. Мы предусматриваем трансляцию нашего парада, так его буду называть, по каналам системы оповещения гражданской защиты населения в сельские округа. При этом будет использование оборудования студии, которые обеспечат передачу аудиорепортажа, марша по оговорящим устройствам. Что же касается доработки праздничного сценария, то глава Анапы заверил губернатора, инициатива молодежи будет услышана и принята во внимание. Позже в своем микроблоге Сергей Сергеев написал, «Мы готовы скорректировать планы. Молодежь у нас замечательная, креативная. Уверен, ей есть что предложить». Депутаты Анапы собрались на очередную 74-ю сессию Совета. Какие вопросы рассмотрели в ходе заседания, расскажет наш корреспондент. С отчетом о деятельности отдела МВД перед депутатами выступил начальник отдела полковник полиции Андрей Терехин. По результатам работы за прошлый год сохранилось снижение отдельных видов преступлений. Меньше совершено грабежей, квартирных краш, а также угонов автотранспорта. Благодаря профилактике, проведенной совместно с администрацией города, удалось снизить на 2,5% число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Депутаты приняли решение о номиновании новых улиц. Так в селе Витязево появится улица Андрея Янжиевского. Андрей Андреевич годы Великой Отечественной войны воевал на Южном, Четвертом Украинском и Первом Белорусском фронтах. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, младшему сержанту Янжиевскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования. Увеличиваются расходы на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни. Сто малышей хутора «Красный курган» принимает новый детский сад. С подробностями наш корреспондент. Новенькие детские книжки еще хрустят переплетами. Тихие спальни, яркие игрушки притаились в ожидании маленьких хозяев. Открытие детского сада «Буратино» для жителей хутора «Красный курган» – настоящий праздник. Ждали очень давно. И вот площадки покрашены, шторочки отглажены, кроватки заправлены, даже фиалки пестрят в свежевскопанных клумбах. Ждут. Но глава курорта Сергей Сергеев озабочен теми ребятишками, которые в детский сад все еще не идут. Полторы тысячи ребят ждут своей очереди в дошкольное учреждение. Современное здание, просторное, красивое, теплое. Я хочу сказать вот о чем. Конечно же, я рад за то, что мы его откроем точно так же, как и вы. Но моя радость не полная, потому что у нас более полутора тысяч детей еще не имеют возможности от трех до семи лет в целом в городе-курорте Анапа ходить в детские сады. Это моя забота, это моя боль. Знаете, сколько стоит где-то места в детском саду? Подумайте. Может кто-то знает, скажите. Только не из моих сотрудников. Порядка 700 тысяч рублей. Я желаю всем, кто придет сюда, детям, стать достойными гражданами Российской Федерации, а их родителям, бабушкам, дедушкам, знакомым, чтобы ваше подрастающее поколение доставляло вам только положительные эмоции, чтобы они были здоровы и счастливы в той стране, в которой им придется жить. Захар Шейкин показал главе свою новую группу. На вопрос, чего ему не хватает для счастья, задумался и сказал вертолета, потому что главная его мечта сбылась. Буду помогать застегливать кровати, буду помогать убирать игрушки. Современный пищеблог будет готовить ребятам вкусную еду. Закуплены развивающие игры, яркая посуда, оборудован функциональный спортивный уголок, вызывает восхищение музыкальный зал. Даже сушилки для обуви есть в детском саду. Глава курорта приехал не ленточку перерезать, а пристально осмотрел готовность учреждения. Большое внимание уделил котельной и кадровым вопросам. Уже завтра ребятишки хлынут в группы. Это большая помощь родителям. Мы очень рады, мы долго ждали детский садик. Мы все равно в наших глазах происходило строило. Очень быстро построили, мы рады. Детство – отличная пора. Детский сад «Буратино» небольшой, зато похож на настоящую семью, где будет здорово провести детство. Пусть оно будет солнечным и беззаботным для всех маленьких анапчан. Палиативное отделение появилось в станице Гостогаевской. Первое в сельском округе и во всей Анапе. О работе в 2014 и планах на текущий год перед станичниками отчитался глава Гостогаевского округа Николай Баюр. Подробнее в нашем сюжете. В приоритете – дети. Глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр акцентировал внимание станичников на выполненных работах в сельских школах и детских садах, отсыпанной из-за асфальтированной дороги вокруг зданий детских учреждений, сделаны парковки, много средств потрачено на ремонт. Я очень благодарна нашей сельской администрации, Николаю Николаевичу, который по первому зову приходит. Говорит, денег нет, Наталья Дмитриевна, но будем думать. Чтобы дети были здоровы, нужны теплые туалеты в школе. Вот в этом году мы впервые можем сказать, что мы как бы на 80% где-то решили эту проблему. В больнице оборудовано единственное в муниципальном образовании отделение палеоактивной терапии, которое начнет работать уже в 2015 году. Масштабный ремонт произведен в детской школе искусств. Активно развивались личные пособные хозяйства. Построено более 20 тысяч квадратных метров теплиц. По сборам винограда лучшие показатели по району – 86 центнеров с гектара. Самая проблемная отрасль станицы, как и по всему муниципальному образованию – энергоснабжение. 90% электросетей изношены, но замена ведется по мере финансовых возможностей. За прошедший год всего установлен один новый трансформатор мощностью 160 кВт на углу улиц Гоголя и Кубанской. И построены новые линии по переулку Виноградный и Речной. Произведена также замена трансформаторной подстанции на углу улиц Трудящая и переулок Тихий. В 2015 году появится еще три новых трансформатора. Более 7 миллионов рублей потрачено на замену аварийных водопроводов. Отремонтированы дороги по улице Мира, Колхозной, Урожайной и других. Станичники задавали много вопросов, делились проблемами. Освещение улиц, газификация и электрификация поселка, ремонт мостов и дорог. На 2015 год глава станицы наметил провести масштабные работы по освещению 12 улиц Гостогаевской. Продолжат ремонт дорог, замену водопровода, преобразится парк. Парк наш провести порядок, сделать сосновым олеем в честь 70-летия Победы, высадку новых цветов, новых пустарников, обрезка аварийных деревьев в парке, там суховершинных много и так далее. Также отремонтируют насосную станцию и резервуар для хранения воды. Запланирован ремонт аварийных пешеходных мостиков. Мы заслушали отчет главы администрации Баюр Николая Николаевича. Ну, как бы, то, что он отчитался, действительно цифры все правдивые. То, что он сказал, что в станице сделано, это все действительно сделано. Задачи поставлены правильные и выполненные. И самое главное, что выполнено. Конечно, хотелось, чтобы больше было развлекательных таких вот мероприятий в станице. Парк, чтобы наш процветал, чтобы дети там отдыхали действительно культурно. Жители станицы призвали объединить усилия, навести порядок на прилегающих к домам территориях и всем вместе сделать станицу чистой, красивой и уютной. Она продолжает готовиться к курортному сезону. В августе прошлого года началась реконструкция сквера в районе школы номер 5. Работы завершены. Сквер приобрел новый облик. На необходимость благоустройства сквера у пятой школы внимание городских служб обратил глава Анапы Сергей Сергеев. Начались работы. А напчане и гости курорта с пониманием переживали временные неудобства. Сотрудники Римстроя возле пятой школы навели хороший порядок. Не стыдно будет перед отдыхающими. Я думаю, анапчанам здесь будет приятно отдыхать. Мне кажется, 2014 год серьезно доказал, что возврата к старому уже не будет. Двигаться нужно только грандиозным целям. Весной здесь, кроме того, еще будут разбиты клумбы и высажены цветы. Специалисты предприятия Римстроя демонтировали бордюры, сняли старую разбитую плитку. Она пролежала почти 30 лет. Установили 15 скамеек. Для еще большего комфорта перестелили тротуарная плитка дорожки. Оборудовали пандусы для малоподвижных людей, для родителей, гуляющих с детскими колясками. В сквере появились светящиеся фигуры, которые вечером светятся яркими цветами. Облагородили зеленую зону. Старые сухие аллергенные кусты срезали. На их место высадили быстрорастущие, дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадили по периметру и хвойные кустарники. Сейчас очень хорошо, уютно, есть лавочки, есть и чистенько, и обезопасена школа. Очень хорошо, очень. По сравнению с тем, что было и сейчас, сейчас чудесно. Тут сверх был такой, что, как бы сказать, тротуара не было, ямы возле скамеек были. А сейчас сделали прямо красота. Особенно еще ночью светятся огни. Мы тут гуляем, потом все бегем, и потом все покупаем, и все водим. Сейчас лучше стало, эти светящиеся фигуры красивее улучшили. Ну и, в принципе, зеленее, стал лавочки красивые поставили. Сквер очень хороший, мне нравится. Мы тут частенько бываем с внуками. И так просто, и в банк вот заходим иногда. Чисто вроде бы так, хорошо, аккуратно. Сейчас сквер возле пятой школы стал выглядеть иначе, преобразился. Теперь Анапчане и гости курорта могут отдохнуть и приятно провести время в обновленной зеленой зоне. На улицах Чеховы и Мирное Анапчане незаконно перестроили гаражи, надстроили этажи. Теперь продают дома гаражи, конечно, как квартиры. Стоимость квадратных метров в самостроях практически не отличается от цен на жилье у добросовестных застройщиков. Анапчанам и гостям курорта необходимо быть внимательными и не заключать такие сомнительные сделки, ведь незаконные строения могут пойти под снос. В Анапе на улице Чехова 50А появился свой густонаселенный район, напоминающий китайский город Шанхай. Гаражные небоскребы начали нависать друг над другом, а по документам это одноэтажные стандартные боксы. В ГСК-15 одновременно обустраивают незаконное жилье и строят, складируют стройматериалы, оставляют брошенные авто. Коммуникации в гаражах нет и быть не может. Обогреваются здесь электроприборами. Все строят и перестраивают на свой страх и риск, а от комментариев на камеру отказываются. Гараж купили. А право собственности? Есть. На гараж? Да. А гараж три этажа? Нет. Покупая дома гаражи, новоселы осознанно обрекают себя на правовые проблемы. Прописаться в гаражах невозможно, да и земельный участок не соответствует целевому назначению. Обезопасить себя от приобретения самовольных строений можно. Необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев. Благодарность от пациентов – лучшая награда для врача. Ее заслужил врач-педиатр первого инфекционного отделения детской городской больницы Елена Барцева. За чуткое отношение к маленьким пациентам. Наша съемочная группа познакомилась с Еленой и узнала, как проходит ее рабочий день. Рано утром врач-педиатр инфекционного отделения номер один Елена Барцева спешит на обход к своим маленьким пациентам. Трехлетний Коля Чуприн поступил в больницу ночью с симптомами тяжелой вирусной инфекции. Мы сами вообще из города Темирка и стараемся приезжать сюда, потому что врачи просто, я не знаю, бесподобные, очень хорошие отношения и лечения, и все, и манипуляции, и процедуры. То есть мы поступили, к нам сразу пришли, взяли кровь, все анализы взяли. Елена Барцева родилась в республике Адыгея. Мама работала фельдшером, поэтому еще в детстве Елена решила пойти по стопам матери и поступила в Астраханскую медицинскую академию. Переехала в Анапу. С 2008 года работает в детской больнице. Весной 2009-го стала врачом-педиатром инфекционного отделения номер один. Честно, когда училась, мне не очень нравились инфекционные болезни, хотя училась хорошо и в институте. Никогда не думала, что моя жизнь будет связана с ними. Но когда пришла и начала работать, здесь каждый день учишься чему-то, что-то новое, видоизменяются вирусы, бактерии, течение болезней. И получается, что каждый день приходишь и каждый день интересно работать. Маленького Игната госпитализировали с воспалением легких, но сегодня у малыша праздник, его выписывают. Елена Александровна, хочу сказать вам огромнейшее спасибо за вашу внимательность, за позитивное ваше всегда настроение к деткам, хорошее отношение. Да, Игната? Очень приятно, когда у нас окружают такие профессиональные доктора, врачи. Среди инфекционных заболеваний довольно много тех, которые присущи в основном детям. Протекание этих болезней отлично от взрослых. Врач-педиатр должен не только знать специфику детских инфекций. Важно умение работать с детьми. Ребенок отличается от взрослого не только физическим состоянием организма, но и особым восприятием мира. В инфекции, понимаете, чувство, что ты выполнил свою роль, очень значимо, потому что ребенок приходит с высокой температурой, с кашлем, с насморком, в тяжелом состоянии, а убегает веселый, активный, дальше в сад, в школу, жить, развиваться, расти. Елена Барцева успешно совмещает работу и личную жизнь. Она замужем воспитывает трехлетнего Кирилла и очень любит дело, которым занимается. Меня воспитывали родители быть честным человеком, слышать других, уметь, так сказать, чтобы тебя услышали, в плане того, что донести информацию. Ну и до сих пор я пользуюсь этими своими качествами, стараюсь быть спокойным, добросовестным врачом, ну и человеком. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Здравствуйте! В студии Наталья Змозгова в эфире прогноз погоды. Пятница ожидается дождливой и пасмурной, но у природы плохой погоды не бывает. Она притихла в ожидании весны. Еще немного и все вокруг зацветет буйным цветом. Весна покажет нам свои самые лучшие краски, самые прекрасные ароматы и самое яркое солнце. А пока воздух в дневное время прогреется до плюс девяти. Будет слабый юго-западный ветер. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Если доверять заботу о своем зрении, то профессионалам клиники ТРИЗЕ. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ по телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова